Витамины полезные Витамины полезные Если не добавлять витамины в рацион, то автомобиль не захочет ехать, а мы не сможем просто полноценно существовать Нет, дело в том, что топливом для нашего организма являются белки, жиры и углеводы Витамины сами по себе являются теми катализаторами, которые запускают обмен и белков, и жиров и углеводов И без витаминов, собственно говоря, ни белки, ни жиры, ни углеводы работать не будут А какие вообще бывают витамины? Витамины делятся на две большие группы Это жирорастворимые и водорастворимые витамины К жирорастворимым относятся А, Д, Е и К А к водорастворимым все витамины группы В Аскорбиновая кислота или витамин С, ПП Те, которые жирорастворимые, они растворяются в жиру, и для их усвоения нужен жир А те, которые водорастворимые, растворяются они в воде и могут поступать в наш организм с обычным нашим питанием, и для них не надо жир Так что же мы будем делать с этими витаминами? Этот лототрон – это прообраз нашего организма А это витамины, которые при поступлении в наш организм будут запускать его работу Например, витамин А Все знают, что витамин А полезен для зрения, но очень мало кто знает, что это витамин наших слизистых и нашей кожи Он очень важен для этих тканей нашего организма, потому что он защищает их и от раковых повреждений, и от воздействия внешнего, поэтому он очень важен для нашей кожи, наших слизистых и также нашего зрения Вот запустим витамин А Витамин Д, все знают, что витамин Д важен для формирования костной ткани, и это на самом деле так Витамин Е – это защитник мембран, то есть это витамин молодости И он достаточно активно участвует в защите нашего организма от всей нашей окружающей внешней среды Витамин К – это витамин, который участвует в процессах свертывания крови, поддержания ее свертывающей функции Это его основная задача Ну и также он участвует во многих других функциях И в восстановлении слизистых пищеварительных каналов, и нормальной работе пищеварительного канала Поэтому витамин К нам нужен тоже Следующие – это водоросоримые витамины Витамины группы В – это витамины, которые очень сильно нужны для нашей нервной системы Потому что они отвечают за нормальную функцию наших нервных волокон, за функцию нашего головного мозга Поэтому без витамина В мы не можем ни думать, ни двигаться, ничего Витамин ПП или никотиновая кислота Она отвечает за наши сосудики, за реакции этих сосудов Известный всем витамин С или аскорбиновая кислота Надя, я предлагаю провести опрос, насколько люди понимают, нужны ли нам витамины или нет И что такое это вообще витамин А вас, мои дорогие гости, я попрошу поднимать либо зеленую карточку, если вы согласны с утверждением, либо красную, если вы считаете, что утверждение неверное Так мы разберемся во влиянии витаминов на организм и их необходимости Давай будем задавать вопросы Я хочу узнать, все ли считают, что чем больше витаминов, тем для организма лучше? Почти у всех зеленая карточка Мои гости считают, что витаминов должно быть много Организм получил все витамины, он начинает активно работать Так значит и получается, чем больше витаминов поступает в организм, тем эффективнее он будет работать Смотри, как ему хорошо Понимаешь ли, Надя, чем больше, это не всегда хорошо Количество витаминов, которые нужны нашему организму, это микрограммы Это очень маленькие количества Поэтому есть рецепторы, которые воспринимают определенное количество этих витаминов Если витаминов поступило больше, все то, что нашему организму не надо, он это дело выводит Вот лишнее ушло И осталось только то, что организм успел усвоить и смог усвоить вообще для своего обмена Если водорастворимые витамины, которые поступают в избыточном количестве, выводятся из организма действительно практически транзитом То жирорастворимые витамины, они имеют способность накапливаться Если человек продолжает употреблять эти витамины в повышенных дозах, он может вызвать такое явление, как гипервитаминоз Вот, например, мы решили пополнить наш организм большими запасами Жирорастворимых витаминов Жирорастворимых витаминов, водорастворимых витаминов Люди считают, что это должно помогать, и чем больше, тем лучше Например, мы превышаем дозу витаминов не только в еде, но и в тех витаминных комплексах, которые сами себе назначаем или соседи посоветовали Конечно, ведь когда мы пьем витамины, доктор нам их не назначает, то мы же не знаем, сколько мы получаем этого с едой Вот смотри, Надя, мы до отказа наполнили свой организм полезными витаминами Мы потребили их с пищей, мы добавили это в витаминно-минеральных комплексах То есть мы уже так его перенасытили, и так каждый день, и у нас получается следующее Наш организм работает, работает, да? Работает, работает Но очень вало работает Признаки гипервитаминоза очень похожи на признаки гиповитаминоза, да, то есть недостатка витаминов То есть все крайние состояния, они практически одинаково протекают Доблюдается, например, вялость, слабость, повышение температуры, могут выпадать волосы, могут более ломгивыми становиться кости Начинают крошиться зубы, это все признаки и гипервитаминоза тоже А человек думает, у меня гиповитаминоз, надо еще добавить Давай еще добавим, вот добавили И теперь, когда организм перенасыщен, вот мы пытаемся открыть и вывести, а выводится практически ничего Например, витамин А, попадая в наш организм, находится в нем где-то около 150 дней Ну и представь, если каждый день поступает какая-то мегадоза Пишут как, бета-каротин, ретинол, витамин А, и по-разному это все называется, и люди не понимают, что это одно и то же Практически получается, что очень большие мегадозы, они влияют на накопление, и организм начинает отравляться Некоторые мамочки, действительно, наслушавшись и начитавшись интернета, стараются дать того же витамина Д больше В осенний-зимний период, например, покупают в аптеке популярный ныне рыбий жир И дают вместо инструкции дозу в два раза больше Был у меня реальный пример Мама купила рыбий жир, а это набор жирорастворимых витаминов плюс жирных кислот И решила давать по своему усмотрению, как раньше А концентрация витаминов в этом растворе куда выше, чем концентрация витаминов была в рыбий жире раньше Это искусственный рыбий жир У ребёнка на пятый день возникла рвота, тошнота Мы отменили витамины, и через два дня всё прошло У меня были такие случаи на практике, когда дети с отравлением попадали в больницу Витамин А обладает противоопухолевым действием Поэтому пьют литрами морковный сок, едят там тыкву А потом желтеют все, и их врач отправляет участковую к инфекционисту с подозрением на желтуху А на самом деле это явление называется каротинодермия И это тоже очень вредно, потому что кроме каротинодермии и плохого внешнего вида Можно заработать даже гепатит у лиц, склонных к этому С водорастворимыми витаминами происходит другая ситуация Мы будем считать, что все эти шарики разного цвета всё-таки это водорастворимые витамины Вот это всё начинает выходить просто транзитом Не усваивает наш организм такого количества витаминов, которое мы им даём Если есть рецепторы, которые воспринимают какую-то дозу, они все заняты Всё остальное, что организму не надо, проходит транзитом из организма А жиростворимые витамины в это время начинают накапливаться Ну вот история с витамином С мне сразу вспомнилась Нобелевский лауреат, который открыл влияние витамина С на организм Как мощное профилактическое действие Его точка зрения привела к тому, что детям просто буквально раздавали аскорбинки И не говорили о каком-либо ограничении, которое необходимо Так что же получается? Это был такой сильный вред нанесён? Его же институт, который он организовал для того, чтобы проводить исследования в этом направлении В конечном итоге доказал Когда мы заболели, нам надо несколько увеличить дозу аскорбиновой кислоты Но профилактического значения такие огромные дозы не играют никакого А у моих знакомых как-то ребёнок нашёл аскорбинки, ну такие вот, жёлтенькие, маленькие И съел практически всю банку Так родителям тревожится? Когда это происходит одноразово, может быть какие-то симптомы лёгкого отравления Боли в животе, диарея или рвота И избыток аскорбиновой кислоты делает следующим Она меняет ИПН, способствует разрушению костей, зубов Главное, что это всё выводится через почки И в почках начинают формироваться камни И тем более нельзя бездумно самому себе назначать эти гигантские дозы витамина С Ну что ж, на утверждение, чем больше витаминов, тем лучше Мы ставим штамп «МИФ» и продолжаем наш разговор Да, второе утверждение проверим Считают ли наши гости, что все витамины одинаково полезны? И синтетические, и природные Давайте проголосуем с помощью карточек Ну, здесь, очевидно, мнения разделились 50 на 50 Половина людей считает, что одинаково нет разницы синтетические или натуральные витамины Ну а кто-то считает, что разница есть Наверняка в пользу натуральных витаминов, да? Да, ситуацию рассмотрим вот на вот этих двух розочках Ты можешь, Надя, сказать точно, какая из них настоящая? Посмотри, пожалуйста До того момента, как ты спросила, я вот там вот стояла и думала, что это две настоящие розы Да, на самом деле настоящая вот эта розочка Мы видим и цветочки, и листочки, и оно немножко уже начинает вянуть А эта розочка искусственная Сама формула, она ничем друг от друга не отличается Но дело в том, что в натуральных продуктах питания Например, аскорбиновая кислота идет под прикрытием антиоксидантов Которые не дают ей разрушиться буквально в первые часы поступления ее в организм И она может находиться в нашем организме и работать нормально И доходить до места предназначения в течение суток, а то и двое Если мы пьем таблетированные формы, просто чисто аскорбиновая кислота Она поступает в организм, живет там часа два И выводится через почки, нарушая при этом кислотно-щелочное равновесие в почках И способствует образованию камней Как мудро все придумано Конечно И чуть позже Света расскажет о том, как правильно составить рацион Чтобы и витамины, и микроэлементы присутствовали в нужном для вашего организма количестве ежедневно А пока получается, что это миф Утверждение, что витамины одинаково полезны, как синтетические, так и натуральные Теперь перейдем к утверждению номер три Как вы думаете, все ли витамины хорошо и одинаково усваиваются организмом? Так, давайте поразмышляем и проголосуем с помощью карточек Все ли витамины одинаково хорошо усваиваются организмом? Мнения опять разделились По-моему, наши гости стали чуть больше задумываться над тем, что витамины несут организму Но миф это или правда, то, что все витамины одинаково хорошо усваиваются? На самом деле, если мы берем наш организм вот в идеальном состоянии И берем еду, которую мы потребляем в достаточном количестве Витамины должны усваиваться хорошо Но есть еще то, что человек делает для себя вот эту медвежью услугу Например, излишнее употребление алкоголя Курение Использование в больших количествах глюкозы В виде сахара, сладких напитков, кондитерских изделий Мы употребляем очень много сейчас лекарств И антибиотиков, и различных других препаратов химических И это тоже влияет на нормальное усвоение витаминов из нормальной здоровой еды При употреблении алкоголя в первую очередь страдают витамины группы В, витамин А, цинк, кальций Это вещества, которые отвечают за иммунную систему, за наши кости, за наше зрение, за нашу печень, за работу нашей печени, за нашу кожу Человек много очень курит То это страдает защитная система Кто не может бросить курить, по крайней мере, хотя бы лишний апельсин или грейпфрут зимой обязательно нужно съесть Мы выяснили, что утверждение, что не все витамины одинаково хорошо усваиваются Это реальность, а не миф И это необходимо учитывать, когда мы сами принимаем витамины Или нам кто-то рекомендует витаминный комплекс Наверняка и у вас есть вопросы к Светлане Меня зовут Татьяна У меня есть убеждение, что чтобы получить достаточное количество витаминов из продуктов Их нужно съесть довольно много Как говорит мой муж, целую тонну Это правда? Ну, например, аскорбиновая кислота в количестве практически половины от суточной дозы Содержится в одном среднем апельсине или в двух киви Может же человек за день, предположим, съесть два апельсина в течение дня И, собственно, он получит нормальную суточную дозу аскорбиновой кислоты А еще с другими продуктами эта аскорбиновая кислота тоже поступит Поэтому не надо о никаких тонах здесь говорить Просто надо правильно сбалансировать питание Ну и не надо курить, пить Ну там, где аскорбиновая кислота на самом деле разрушается И такая же история с другими витаминами Они содержатся во многих продуктах питания Поэтому питание нужно разнообразить И будет все прекрасно У кого еще вопрос, пожалуйста? Меня зовут Наталья Скажите, правда ли, что синтетические витамины импортного производства лучше наших? Дело в том, что в каждой стране существует своя система контроля И поэтому на этикетках обычно пишется Минздрав разрешает к употреблению Мало чем отличаются импортные витамины от наших Просто есть производители и у нас, и там Которые не очень добросовестно относятся к тому, что они туда помещают Другое дело, что за границей не разрешают писать Что витамины вылечат вас от чего-то А у нас в аннотациях иногда это можно встретить Витаминами вылечиться невозможно И, пожалуйста, еще один вопрос Здравствуйте, меня зовут Виктория А могу я сама покупать и потом употреблять, пропивать витамины, мультивитаминные комплексы? У нас как раз витамины без рецептов продают То есть человек приходит в аптеку, выбирает хоть пять комплексов Сразу идет и принимает Вы должны точно понимать, каких витаминов у вас не хватает Для этого надо обязательно сначала посоветоваться с врачом И выяснить, какой конкретно группы витамина вам не хватает Потому что, по моим личным наблюдениям, я точно знаю Не хватает витаминов группы В достаточно часто Потому что очень ограничивают люди себя в злаковых Потому что от них как бы поправляются, говорят многие Как же готовить блюда для того, чтобы сохранить в них витамины? Мы же слышим постоянно и точно знаем, что при варке, например, разрушается большинство витаминов Все овощи нужно кидать в кипящую воду Таким образом мы уменьшаем потери в несколько раз Во-вторых, варить борщ или суп нужно 20-30 минут Это всего За это время происходит потеря от 1 до 10% максимум Витаминов разных Во-вторых, я певец пароварки Я считаю, что это один из способов, максимально сохраняющих витамины и минеральные вещества В продуктах, которые нам крайне необходимы Это овощи и фрукты Что касается разнообразия рецептов То во все будет добро с нашими экспертами Мы очень часто готовим не только вкусные, но и полезные блюда Берите, пожалуйста, на заметку и пользуйтесь на здоровье Если специалист, доктор прописал все-таки прием витаминных комплексов Как помочь организму действительно эффективно усваивать эти витамины? У каждого витамина-микроэлемента есть желательное время употребления его в течение суток Ну, например, железо лучше усваиваться в вечернее время И достаточно принимать всю дозу железа, которая назначена вечером Для того, чтобы получить от него максимальный эффект Нельзя запивать витамины и минералы, например, минеральной водой, чаем, молоком Потому что, вступая в контакт, из этих витаминов не будут усваиваться те элементы Которые зависимы от кофеина или от кальция избыточного количества Кстати, Света разработала рацион, в котором мирно уживаются все витамины И если придерживаться именно таких правил питания То витаминов вашему организму всегда будет хватать И работать он будет отлично Правила этого рациона и примерный список продуктов Вы можете посмотреть на нашем сайте уже сейчас Спасибо тебе огромное, Светочка, за все твои советы о витаминах Я хочу, чтобы эта роза напоминала нам о нашей встрече И вам тоже Будьте здоровы Привет, Ютуб! Хочешь похудеть? Нажимай подписаться И тогда мои советы по диетологии ты узнаешь первым